В данном случае у нас, да, легкая сыворотка с гиалуронкой G9. Это эмульсия, это пилинг-скатка, эссенция. Она немножко побольше. Тонер может быть один, может быть два. Если хочется еще погуще, можно взять просто гель. И, естественно, у вас вот это вот все перемешалось, просто тупик. Разобраться во всем многообразии средств по уходу за кожей бывает крайне сложно. Вместе с участницами пятого сезона проекта «Модель Х» рассмотрим основные этапы очищения, увлажнения и питания кожи по корейской системе. Корейская система ухода, конечно, да, она даже не 10 ступеней. Если мы начнем считать вот это все, у нас там наберется целых 20, допустим, в этой линейке будет 20, а то и больше продуктов, которые, по идее, да, идут для очищения, для увлажнения, для питания. То есть вот эта система ухода. Я думаю, что сами корейцы, они сейчас тоже не пользуются так активно, они немножко уходят, да. Там какие-то средства, которые мы можем использовать только раз в месяц или там раз вообще в два месяца и так далее. Я всегда говорю, есть набор каких-то средств, которые должны быть обязательно. Среди обязательных средств эксперты выделяют гидрофильное масло. Это первый этап грамотного очищения кожи. Если у вас постоянно макияж, но без гидрофильного масла никак нельзя. Когда начинаю объяснять, очень многие активные пользователи косметики никогда вообще не слышали и не видели, что такое гидрофильное масло. Сами мы, конечно, ориентируемся, но очень сложно, потому что сейчас линейки очень разнообразные. И чтобы разобраться, консультация просто необходима. Поэтому, конечно, очень полезно прийти, где тебе расскажут, покажут. Убрать состатки косметики поможет мягкая пенка. Для более глубокого очищения один или два раза в неделю рекомендуется использовать пилинги. На сегодняшний день это более удачная замена скрабам, которые считаются агрессивными. Единственное средство, которое восстанавливает гидробаланс кожи. Все вот это, все, что мы вот здесь посмотрели, все его нарушило. Почистило, все там, токсины убрало. Вот это единственное восстанавливает. Тонер может быть один, может быть два. Вот этот вот водный тонер у вас может быть еще плюс после водного тонера, более гелевый тонер. Но даже те, которые знают, они говорят, нет, но он у меня есть, но я им так как бы, ну, на ночь там, допустим, что-то протираю и все. То есть пользуются как бы. То есть вот не понимают, что вот в этой системе он обязательно, звено, так будем говорить, что его выкидывать нельзя. К тому же тоник помогает уходовым продуктам, эссенции, сыворотки или крему равномерно распределиться по поверхности кожи. Следующая ступень после тонера – это сыворотка. Высоко концентрированная, да, это самое высококонцентрированное средство в любой линейке. Сыворотки отличаются от эссенций и эмульсий более высоким содержанием активных веществ. Из этих похожих средств мы можем выбрать для себя то, что подходит нам больше по консистенции и эффекту. Мне очень все понравилось. Я попробовала сразу же эффект с первого раза, с первого дня применения в косметике. Я очень даже сожалею, что я раньше не пришла. Последним этапом ухода выступает знакомый всем нам крем. Вот этот крем с пептидами. Пептиды – это, в принципе, на сегодняшний день, это такой, будем говорить, тренд вообще в косметике. То есть это антивозрастной компонент. Купила, ну, какие-то три первые, там, кремочек для глаз и все. И поняла, что косметика очень достойная, потому что у меня есть любимый песик, Йорик Арчи. И как только я нанесу эту косметику, он меня облизывает, он от меня не отходит. Макияж, если мы его делаем, какой бы он у нас, как бы, не был там грамотный, хороший, то есть если мы не нанесем вот этот вот грамотный уход, то мы лишний раз только себе все наши поры, все морщинки, все это мы только подчеркнем. Лекция по правильному уходу за кожей лица вызвала у участниц много вопросов. Даже опытные пользовательницы косметических средств сегодня совершали открытие. Для меня открыли линейку противопигментации, которая очень актуальна для нашего периода, и возрастного, и начинающегося периода солнца, активности. Немножко есть страх, что вот у нас косметика стоит, может несколько лет продаваться, несколько лет дома потом стоять и не портится, что у меня было предубеждение немножечко, что вот это химия. А здесь мое предубеждение чуть-чуть так развеялось, что это как-то вот химия не в том размере, в котором я думала. Ольга Кеннадий мне объясняет, это так все доступно, четко, интересно, что хочется слушать часами. В пятом сезоне проекта «Модель Икс» участвуют 12 девушек. С некоторыми из них лично предлагаю познакомиться прямо сейчас. Меня зовут Майя Герфанова, я участница проекта «Модель Икс». Многодетная мама, у меня трое детей. Профессия моя далека от моды, далека от романтики, далека от женственности. Это грузоперевозки, пассажирские перевозки. Вот я являюсь директором фирмы. Меня зовут Марина Голубкова. Основной вид моей деятельности связан с промышленной экологией. Я Галина Бесалицына, участница проекта «Модель Икс». Такой фрилансер, у меня есть такой небольшой свой бизнес, который мне приносит доходы. Меня зовут Юлия Дорофеева, я участница проекта «Модель Икс». Я являюсь адвокатом, опытным адвокатом со стажем более 20 лет, коллегией адвокатов «Бизнес и право» и также партнером коллегии адвокатов «Авангард». Меня зовут Иннала Шеева. Сегодня я работаю с украшениями. Я их создаю, я их продаю. Я могу позволить украсить себя и создать, дополнить свой образ с какими-то необычными, иногда яркими, иногда очень скромными украшениями. И мне очень нравится украшать женщин. Генеральный партнер проекта «Модель Икс» – сеть магазинов корейской косметики «Тони Молли». Высокое качество, огромный выбор и только лучшие проверенные бренды. Магазины сети корейской косметики «Тони Молли» расположены по адресам улица Красная, 69, торговый комплекс «Космос», ТРК «Фокус», ТРК «Фиеста» и ТРК «Радуга». Продолжение следует...